Миротворческая журналистика Миротворческая журналистика строится на принципах трех «не». Это не смягчение конфликта, это не поиск виновных и не тиражирование мнений и претензий, как установленных фактов. Миротворческая журналистика дает возможность редакторам и журналистам делать выбор при освещении конфликта, какие факты, в какой контекст положить и представить аудитории, чтобы дать ей возможность рассмотреть ненасильственную реакцию на конфликт. Сегодня конфликты занимают основную часть в новостных сообщениях в медиа. И люди, потребляя эту информацию, воспринимают ее и воспринимают любое насилие как единственный инструмент для достижения мира. Это означает, что в существующей ситуации роль миротворческой журналистики значительно возрастает. Журналисты должны выработать привычку для того, чтобы исследовать, обсуждать, создавать диалог, предоставлять различные перспективы для формирования общественного мнения, для создания мирных инициатив. В истории журналистики есть много случаев, когда средства массовой информации были виновны в разжигании той или иной розни. Чаще всего это было связано либо с неправильным освещением конфликта, либо с недостаточно проверенной информацией. Поэтому понимание принципов журналистики мира дает нам возможность использовать различные творческие подходы, когда мы освещаем такие конфликты, как межэтнические, межконфессиональные, внутрирелигиозные, межгрупповые и конфликты между социальными группами. Итак, первое и самое главное правило, когда вы освещаете один из вышеназванных конфликтов, вам надо исследовать проблему через три аспекта. Кто стороны этого конфликта? Какие проблемы имеются у этих сторон? И каковы реальные цели конфликтующих сторон? Спросите людей, как конфликт затрагивает их в повседневной жизни? Каких реальных изменений они хотят? И являются ли тиражируемые их лидерами лозунги единственно лучшим и правильным решением? И, наконец, не определяйте стороны, цитируя только их лидеров. Использование этих правил позволит вам создать мирную и так называемую беспоигрышную ориентацию вашей истории и поднять дискуссию о решении конфликта. Это означает, что вы представляете обе стороны равными в конфликте, обеспечивая таким образом достижение баланса. Например, произошел конфликт между двумя социальными группами. Жителями многоэтажного дома в городском микрорайоне, расположенном возле парковой зоны, и душой, радеющими за землю, экологию за зеленые деревья. И внутренними мигрантами, приехавшими работать в город, работающими на рынке, не имеющими собственного жилья, и ограниченными в доступе к здравоохранительным услугам. Они на лето расположились именно в этом парке, потому что здесь рядом находится больница, куда ходят лечиться их дети. Жители многоэтажки возмутились, и произошел конфликт. В своем репортаже вы должны настолько сбалансированно показать эти две проблемы, чтобы у аудитории не осталось сомнения в нуждах обеих сторон. Беспроигрышная ориентация вашей истории означает создание открытого пространства не только для дискуссии и обсуждения конфликта, но и для того, чтобы показать людям невидимые аспекты и невидимые перспективы этого конфликта. Такими могут быть болезни, травмы, культурный, экологический, социальный, экономический и структурный ущерб. Второй принцип миротворческой журналистики, по которому вам надо действовать, это ориентация строго на факты, для того, чтобы разоблачить неправду и найти уловки. Ориентируясь на факты, вы должны получить их равное количество от каждой из сторон и проверить их. Это нужно для того, чтобы как раз выявить неправду и уловки, которая может крыться в этом конфликте. Например, за каждой из сторон конфликта могут стоять какие-то люди или политические силы, преследуя свои интересы, или олигархи, преследуя коммерческие интересы. А люди в этом случае становятся просто инструментом для достижения их целей. Это все вам предстоит проверить путем поиска фактологической информации, сравнения и анализа. Третье правило журналистики мира – это ориентация на массы и простых людей. Предоставьте голоса маргинализированным группам, меньшинствам, независимо от их принадлежности, и вы увидите, какой эффект будет иметь ваш репортаж. Приведу вам один пример из собственной практики. Во время этнического насилия на Юргызстане в 2010 году, когда я работала там и освещала события, я для себя сделала вывод и выявила потенциальный тип лидеров среди простых людей, которые живут в конфликтующих общинах, но обладают таким авторитетом и мужеством, что они способны эти конфликтующие общины убеждать и приводить к какому-то согласию. Проследив их шаги по урегулированию ситуации, я написала заметки, побеседовала с ними и создала материал, который называется «Невоспетые герои, справившиеся с толпами в Кыргызстане». В качестве вывода было предложено использовать посреднический подход для предотвращения эскалации насилия. В итоге акцент на мужественных людях помог сконцентрировать внимание аудитории на мирное общество, а властям показать локальные инициативы по урегулированию конфликта. И сейчас мы подходим к четвертому принципу журналистики мира – ориентация на решение. Это означает, что в своей практике мы можем применять такую формулу – мир равно ненасилие плюс творчество. Но для начала задайте себе жизненно важный вопрос – что я могу сделать, чтобы помочь в деэскалации конфликта? То есть сузить масштабы конфликта, снизить напряженность и перейти к мирному процессу. Согласитесь, это прекрасная миссия. Творчество заключается в том, чтобы показать аудитории невидимые аспекты этого события. Одним из методов реализации этого принципа является достижение противоположной стороны. Профессиональные журналисты могут помочь преодолеть барьеры между конфликтующими сторонами через поиск истории о том, что же объединяет эти стороны. Например, это могут быть решения общих экологических проблем, вопросы сельского хозяйства, перспективы бизнеса или развития здравоохранения. На примере рассматриваемого нами социального конфликта между горожанами и внутренними мигрантами можно найти, например, кого-то из жителей многоэтажного дома, уважаемого, мужественного человека, который обладает соответствующим авторитетом и является лидером в своем пространстве. Он может стать посредником внутренних мигрантов в том ведомстве, которое может решить их проблему, но мигранты туда по некоторым причинам не могут дойти. Ведь их размещение в парковой зоне – это только инструмент конфликта. И, наконец, журналистика мира следует главному правилу при освещении конфликта чувствительных вопросов – никогда не использовать в своих текстах язык вражды при описании противоположной стороны. Ведь лектика ненависти всегда дается только при описании противоположной стороны. А использование языка вражды в своих репортажах означает то, что журналист уже принял какую-то сторону. А теперь попробуем сделать сравнительное упражнение на элементы журналистики мира. Проанализируйте две новости и попробуйте сказать, какая из этих новостей соответствует элементам миротворческой журналистики. Почему? Составьте список вопросов, которые вы задали себе для того, чтобы определить это. Продолжение следует... Получилось? А закрепить наш урок вам поможет чек-лист для оценки какого-то созданного вами готового материала с использованием инструментов журналистики мира. Постарайтесь отнестись к этому заданию внимательно. Ваше внутреннее убеждение и критическое мышление здесь очень понадобятся. Итак, приступайте. Продолжение следует... Заполнили таблицу. Теперь вам легко проанализировать свой материал, сделать выводы и исправить ошибки.